Всех витаю, дорогие мои друзья! Мы уже в Киеве. Погода супер тёплая. Итак, осень только по верхушкам прошла с деревьев. Пока ещё. Такое ощущение. Хотя и шумит, и гудит, но кажется, что всё тихо. Сегодня ночью были тревоги. Ночью проснулись и по телефону у Тамары на телефоне, говорит, объявляется воздушная тревога. Страшно было. Но посидела, думаю, пойду в коридор. Нет, думаю, не пойду. Легла. Будет, что будет, думаю, легла. Снова. Когда она закончилась, не знаю, но утром опять в 6 часов, по-моему, или что. Это в Белую Церковь, говорят, прилетела. Ну, не читала ни новости, ещё ничего. Сейчас должен Валера прийти, брат. И здесь, посмотрите-ка, как красиво, да? Сколько работы у нас. Надо всё перебрать. Смотрите, осеннее настроение. И это осеннее настроение нам создала розочка. Спасибо розочке за цветы. Она передала эти хризантемки. Тамарины любимые цветы, кстати, хризантемы. А это денежное дерево мне нужно пересадить, чтобы большое росло. Адениум. Здесь Тамара. Я люблю хризантемы, ещё полненькие такие. Купим как-нибудь, жёлтые. Да, да. Жёлтые. Я всегда Тамаре покупаю осенью хризантемы. Я и раньше любила. Осень не очень любила. Кроме сентября. Сентябрь, а всегда. А вообще осень не бывает. А сейчас, после где-то пятидесяти, я блаженствую. Осень, это тоже, оказывается, очень прекрасная пора. Ну да, когда... И осень, и зима. Боже, Люба, сейчас всё так быстро пролетает. И обожить. Жизнь была. После этих тревог думаешь, обожить. Обожить. Да. Вот шесть дронов, камикадзе, пожары наделали в Белой Церкви. Сегодня. Сегодня, да. Это я, вот с Киевом. Я не знаю, это просто... И здесь тоже, может, в любое время. А люди говорят, да, что вы переживаете, никто никуда не перест... Зачем людям создавать такие тяжёлые времена, себе и другим? Зачем? Ну, улучшайте свою жизнь у себя, россияне. Ну, живите своей жизнью. Зачем вам другая страна, другие люди, другое... Ну, зачем? Я вот... Ну, никак не могу понять. Боже мой, ну, никак не могу понять. Что, мало своих проблем. Вот всё время вот это. Мало своих проблем. Да, проблем там полно. Вместо того, чтобы столько тратиться сюда материальных ресурсов, тратиться людских ресурсов. Ты не понимаешь. Это же Украина нападёт, НАТО ж нападёт. Ага, Украина нападёт. Ага, Украина нападёт. НАТО нападёт, да. На огромную страну Украина нападёт. Да, и НАТО ж нападёт, и Европа ж нападёт. Никогда не нападала? Столько лет, да? Я хорошо, я ещё так, пусть под влиянием пропаганды, они, возможно, так думают, что на них Америка. А вот люди нашего поколения, как они могут думать, если нас всю жизнь тоже вот нам пропагандировали Америку, мы боролись всю жизнь с Америкой, с Европой, с Евросоюзом, мы боролись вот в наше время. Эти зорницы, о, вот попали. И когда развалился Советский Союз, и он, оказывается, почему не напала, и оказалось потом, что это дружественные страны, потом, вот в этот период. Как они не могут понять, что мы жили в этой пропаганде, а эта пропаганда оказалась, ну, оказалась пропагандой. Это пшик был. То, что, и как после этого снова люди нашего поколения снова поверили, что опять Америка и Европа враг. Я вот наших поколений людей не понимаю. Мы же жили уже в этой пропаганде. Мы же уже потом поняли, что это была только пропаганда. А на самом деле не так всё было. Так могли бы... Нет, они опять мучить на те же грабли. Нет, ну так, с остальной, если они хотели бы наступать, они бы из Прибалтики напали, и откуда хочешь могли бы напасть. Почему именно с Украины? Ну, почему именно должна быть угроза с Украины? Потом, когда развалился Советский Союз, всё это оказалось ложью, всё это оказалось пропагандой. Ну, всё! Зачем снова подвергаться этой пропаганде? Зачем снова опять наступать на те же грабли? Я вот этого не понимаю. Вот людей нашего поколения не понимают. Мы же прошли... Потому что телевизор, да. Потому что опять смотрят телевизор, и всё. Если отключить на пару месяцев, будут меняемые так опять... Ах, хорош, это мороз. Сегодня опять два раза воздушная тревога. Люди не спят. Ну, ладно, это такое дело. А люди, которые живут там, где бомбят постоянно? Харьков, Николаев, Днепр, говорят, тоже бомбили опять. Как они? Ну, я не знаю. Донецкая, Луганская уже сколько. Донецкая, Луганская область, люди. Как-то мы... Ой, страхи есть, но жить можно. Но как там люди живут, я не знаю. Тяжело. Ну, да. Которые действительно каждый день всё разрушаются. А ты видела в интернете? Показывают, как освобождают наши территории. Как бабушки бегут, яблоки несут, плачут. Спасибо, детки, спасибо. Как долго, говорит, вы, вас не было. Как долго мы вас ждали. Хлопцы, говорит, почему так долго вас не было? Да, не было. Почему, говорит, вас так долго не было? И это не кадры наигранные. Тут видно, что простые бабушка бежит с дедушкой. Я знаю, что твоя зрительница. Да? Я не буду говорить, кто. Там немногие пишут с оккупированных территорий. Уже Украина. Они жили под оккупацией, писала при чём-то. Да, и в принципе, их так сильно там не кошмарили, потому что она в селе жила. Но она говорит, наконец-то, наконец-то, мы говорит, уже Украина. Она с такой радостью писала. Да, может, когда-нибудь к ней поедем. Ну и да, ещё это. Да. Тамара готовит. Аксаллак. Да, Аксаллак готовит. Аксаллак. Вот. А я сделала, сейчас вот покажу. Валера должен прийти. Я сделала сыр белый, салат белочка. Но дело в том, что я забыла. А ну мне подскажите, пожалуйста. Я сделала это, знаете, как? Сейчас. Знаете, как я сделала? Я плавленый сырок и обычный сырок добавила. Майонез и чеснок. Ну вот я не помню. Яйца. Конечно, можно было в интернете посмотреть, но уже не стало. Чисто белок, по-моему, мы раньше делали. Отварить яйца, белок и сыр твёрдый, по-моему. Отдельно мы делали, я много разных вариантов делала. И сырок плавленый, и яйцо. Делала сыр, и такой твёрдый сыр натирала вместе с яйцом, чисто белком. А здесь я уже сделала, знаете, как смешала уже всё вместе. И плавленый, и обычный сыр, и ещё и чеснок, и яйцо. Всё, чтобы уже не оставлять этот желток, белок, просто весь. Ну, какой правильный вариант? Подскажите мне, пожалуйста, правильный вариант салата белочка. Привет всем. Вот у меня помощь пришла. О, я срочно бегу за спиннингом. Хоть будет у меня нормальный спиннинг. С утра Валера едет сейчас на рынок, на Куренёвский, за спиннингом. Довольный. Я стараюсь, конечно, довольный. Ты чё? Мечта была, сколько я мечтал об этом. А, и это как у тебя? СМС пришло? СМС пришло, помощь, а он. Да? Да. Это когда пришло? Где-то 2-3 недели назад. А-а. И сказали, что получите. И я вчера или после вчера сразу получил. Он дал мне помощь, помогла, и теперь дала удочку. Теперь я могу сам себя прокормить. Рыбой будем пытаться, питаться с Галей, да? Да, пытаться рыбой, только рыбой теперь, да. А тебе, а Галя не пришло? Галя тоже пришла, она там тканеве получит. А-а-а. Может быть, ну не знаю ещё. Там 72 часа написано. Ага. Это надо получить в течение 72 часов, да. А ну давай покажем, а то люди не поверят. СМС какой-то теперь пришёл от ООН. Так, ООН отрымала вид Минсоцполитик Дарушин додата вам финансовую допомогу, финансовую помощь в течение 72 часа. Короче, вот так понятно. Теперь получил СМС, теперь Валера бежит за удочкой. А то что такое? Вот это на длинное не мог ты кинуть это, да? Это леска должна быть такая? Нет, спиннинг должен быть длинный. А, длинный. Дальше летит, да. А-а. Ну я и нитку куплю, ну это плетёнку куплю, чтобы новая была. Ага. Там дешевле, говорит. И по цаку, и короче всё. А почём удочки-то? Ну не знаю, раньше, говорит, тысячу стоило где-то-то, но сейчас дороже, наверное. А, ясно. Ну приедешь, покажешь. Ну да, конечно. Валера купил, приехал. А ну покажи. Сейчас покажу. Ох, ох, ох. Вот это у тебя, конечно, удочка. Сколько метров, Валера? Спиннинг они удочкой. Ой, спиннинг, господи, удочка. Для меня всё удочка. Вот, сейчас. А ну, 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 показывай. Берёшь, вот так. Так. Сколько метров здесь? А я знаю. Раз, два, три, четыре. Около пяти метров, наверное. О, теперь другое дело будешь ловить хоть. А то только ходишь, и всё. А рыба вся далеко. Четыре с половиной метра. Четыре с половиной, да? А, ну, где-то... Ах ты, аж блестит. Это где-то я на Куреновском рынке купил. Да. А сама леска далеко? Да, капучка. Это самая длинная, Валера, или ещё длиннее бывает? Я ж не понимаю. Бывает длиннее, да. Бывает длиннее даже? А-а-а. Да, говорят. Ну, не знаю, для них я. Это ты самая длинная у них купил, да, какая есть? Да. Четыре с половиной, а-а-а. Покажи. Четыре пятьсот девять, видишь? А, оно. Четыре пятьсот девять. Четыре пятьсот девять. Качество, конечно, желать бы лучше, но зато и дешёвое. Посмотрим. Да, почём? Да, да, вот это само четыреста пятьдесят. А, о, что-то дешёвое. Ты говорил, тысяча будет? А, в магазине тысяча. А-а. Они девятьсот сорок. Это акции у меня по акции дают. А, по акции? На рынке по акции? Да, на рынке по акции дают. Так, все бегите на Куренёвский рынок. Акция сейчас идёт на удочки, мужики. На спиннинге. На спиннинге, то есть, вот, твои удочки. Я всегда удочка-удочка. А что ещё к нему ты купил? Ну, вот катушку купил тоже. А, это ещё отдельно, да? Да, отдельно она. Ага. Пятьсот пятьдесят стоит. Пятьсот пятьдесят. А леска? Не леска, а шнур. Шнур купил я. А там шнур, да? Да. Любой такой рыбак. Любой такой рыбак. Угу. Угу. Сто пятьдесят метров, написано. Ну, она сто тридцать. Открою, покажи. Вот. Ага. Вот такая. Это вот такой шнур, то есть. Да. А вот в этой кор... А, это вот это было вот это, да? Вот это, да? Нет, вот это катушка была. Катушка была. Угу. Ясно. Ещё что-то тут. Это для кормушки сейчас туда зацепляют. Угу. Вот, сейчас покажу. А так и крючки ты купил. Угу. Короче, всё купил. Ты, короче, снабдился всем, да? Вот кормушки внизу. А-а-а. Это не кружки, это вертлюшок называется. Как? Вертлюжки. Вертлюжки? Да. Господи. Вот это же кружки его. А-а-а. Разные кружки. Кружки и большие, и маленькие. Он такого хорошего качества. Ну, качества, конечно, желать бы лучшего было. Ну, не было, да? Да. Не было. Ну, что, поздравляю тебя с удочкой. Удочка от ООН. Спиннинг. А до ООН, да? Да. Ну, для меня всё удочка, Валера. Ну, да. Удочка и удочка, рыба и рыба. Да. Всё. Поздравляем. Спасибо. С приобретением. Вот это в подарок дали одну. А, вот это в подарок дали? Да. Ещё и подарок дали. Ещё и акция, ещё и подарок. Ну, да. Так. Пенсионер говорит, да. А, ну тогда. Да ты что? Да. Скидку сделали немножко. Ага. И всё, получилось 1250. Пенсионерам скидка написана. Ага, ясно. Ну, сына, я тебя по телефону поздравил. Ещё сейчас тоже поздравляю, чтобы ты у нас был всегда здоровый, чтобы быстрее всё это кончилось, и мы с тобой зажили, как раньше, сейчас, счастливо. Ну, дай Бог тебе огромное-огромное здоровье. И никогда не болей. Очень просто. Поздравляю. У Олега сегодня день рождения. У второго сына. У Валеры, кто не знает. Два сына. Камал, Олег и дочка Людочка. В честь дня рождения Олега накрываем на стол. Сейчас ещё Тамара сделает аксаулак. Уже заканчивает. Вот так вот отметим. Салат новый какой-то, Тамара, вот сделать с грибочками, с морковкой. Тамара, что это за рецепт такой? Да, в интернете нашла. Если будет вкусно, Тамара отдельно вам покажет. Да, хорошо, покажу. Покажу. Это обычный наш салат, который мы делаем. Ну, он должен быть вкусный. А что? Я имею в виду, что такие салаты, в принципе, очень много показываются в различных вариациях. Ну, это вот такой вариант. Покажу потом. Вам нашёл такой красивый. Если понравится, да, это потому что первый раз сегодня сделала Тамара. А это обычный салат, который всегда мы готовим. Это из листьев салата, помидоры, сыр. Сыр моцарелла. И, ну, вы посмотрите. Мы часто рассказывали об этом салате. Соус Тамара с мёдом готовит. Так что, можете посмотреть. А мы отдельно готовили, нет, этот салат? По-моему, мы готовили, да? Да, этот салат общеизвестный. Единственное, ты не посыпала кунжутом. Так я ещё уже не заправила. А, ты ещё не заправила? Вот она делает. Я поняла. Она заправит и кунжутом посыпет. Да, вот сверху кунжут. Картошка сварилась, морковка сварилась. Вот лук, так Тамара всегда томит всё время. И вот из лаваша. Вот такое у нас сейчас основное блюдо сегодня. Да, сейчас я его мясо вытащу сюда. Будем нарезать сверху его. Сейчас ещё света придёт. Сейчас ещё света придёт.